Лежь! Лежай! Под щит! Под щит! Представляете, горят дома, кругом взрывы, погибшие люди. Но я брал людей, садил в машину, и мы летели. Кричали от страха, от этого ужаса. Но выезжали в безопасное место. Все, вывезли. Так как я занимаюсь ремонтом автомобилей, мой автомобиль был в отличном состоянии. Вначале я думал только о спасении своей семьи. Когда я выезду из их безопасное место, увидев тот страх и ужас других людей, которые шли мимо меня, пытаясь спастись. Сотни глаз смотрели, искали спасения, не понимая, что делать. Я человек, я мужчина. Я понял, что я должен их спасать. Я садил в этот автомобиль, в Волге, проходящих бедных, раненых, несчастных людей, и пытался помочь им чем-то вывезти в безопасное место. И так как у меня машина осталась практически целой, из множества машин, которые этот... Вспоминая слова великого человека, Уинстона Черчилля, война, это когда за интересы других гибнут совершенно безвейные люди. И вспоминая слова своего деда, что лучше умереть, чем бояться, или бояться жить всю жизнь, я принял решение, что буду под этими минами, под этими крадами, живой и мертвый, но спасать наших совершенно ни в чем не виноватых. Вот она, моя боевая подруга Волги, которая вывезла очень много людей. Я поменял на ней уже пятый раскаты. Были порезаны осколками, скелками. В этот салон автомобиля вмещалось 9 людей. Вы можете себе представить? Я каждый день, когда были... Я смотрел, какой район меня обстреливают. А вот... Поездок... Ну, каждый день я пытался сделать как минимум 2-3 поездки. И родствен... Мой телефон вдруг как-то попал в сети, что я вывожу людей. И стали мне звонить люди с Польши, с Германии. Предлагали деньги, предлагали помощь для того, чтобы я вывозил их родственников из Мариуполя. Я стараюсь вывозить из Мариуполя, потому что там самый пострадавший народ. Видите, что творится с нашим городом? Страшно ли было мне в этих поездках? Ну, конечно, страшно. Ой! Ляж! Лежай! Под щит! Под щит! Представляете? Горят дома, кругом взрывы, погибшие люди. Но я брал людей, садил в машину, и мы летели. Кричали от страха, от этого ужаса. Но выезжали в безопасные места. Беру самое необходимое. Воду, яйца, детям, чтобы что-то покормить. А еще в этом багажнике прятался человек, я его спасал, потому что говорит, я хочу уехать. И он сидел здесь, и я его вывезу. Машина посечена отколками. Благодаря этому автомобилю происходит это спасение. До бесконечности не получится. Сейчас пытаемся собрать фонд, чтобы у меня машина работала. Чтобы я еще купил запчастей. Машина, понимаете, постоянная. подремонтировал свою машинку-спасительницу на деньги, которые мне дают люди, для того, чтобы она ездила, спасала. Я вернусь в тот сожженный город и буду вывозить еще и еще людей. Думаю, что в окончании войны куплю своей машинке самую лучшую парфюмерию. Самую лучшую. Натру ее. Поставлю в гараж и скажу. Отдыхай, Мэр. Ты спасла столько, столько детей. Диви. Ребята, им надо выехать туда, да, у них не топ.